Всем привет друзья! Утром, сегодня в 9.45 мы летим в Париж через Ригу. Планируется встреча с координатором мигрантов. Это большое комьюнити, то есть сначала мы будем в Париже, поснимаем репортажи, интервью и дальше переместимся в Ганновер. Я в аэропорту Шарль-де-Голле. Как всегда, за границей начинается сим-карта. Сейчас узнаем сколько она тут стоит. В общем, друзья, стоит 5 евро, 4 гигабайта. Ехать до Парижа минут 30 и сейчас посмотрим сколько стоит. Выбираем родной язык. Билет в Париж. Так, мы берем в одну сторону сингл, взрослый, у нас двое. На двоих получается 20 евро. Плачивать можно картой. На самом деле обычно мы используем такси. Обходится 40-50 евро до центра. Сегодня специально для обзора поехали на поезде. Нет, это, конечно, не Польша, все обшарпано. Дешево. Отделка дешевая. И цена высокая. Встретились с Олей. Оль, здесь давно живешь, да? С 2002 года. Понял. Общаешься с эмигрантами, с русскоговорящими комьюнити. Наша община. Приятные люди, много чего делают друг для друга. Понял. Это что за место? Где мы сейчас находимся? Это площадь Сан-Мишель. Здесь французы любят очень часто встречи назначать около этого фонтана. Поэтому сейчас много людей встречается. Такая всеми повторяемая легенда о том, что во время Первой мировой войны русские офицеры приходили в кафе и просили им быстро налить свое вино. Быстро-быстро. И таксоведение стали называться пестром. На самом деле я вчера встречалась с историком, который... Быстро-быстро. Это как дюбель, но быстро. Быстро-быстро. В общем смысл, что быстро... Быстро-быстро. Быстро-быстро. Да. Что русские придумали, что быстро-быстро. Но другую версию, которую я вчера выслушала от историка, что на самом деле это вид какого-то алкогольного напитка был. определенного качества, который подавался в кафе. И по имени этого напитка называли вот кафе-бестро. И вовсе никак не связано это с русскими офицерами. Так что вот этот миф... Вот справа от нас Нотр-Удам, который недавно горел. Сейчас его восстанавливают. Мы находимся в такси. Парижское такси. Посадка 2,60 евро. Едем на станцию метро Иналько. Так выглядит Париж по утрам. Сегодня у нас должно быть два интересных интервью. С адвокатами, экспертами и профессором по истории русскому языку в Институте Восточной Культуры. Обратил внимание, в Париже очень много фруктов и выпечки. Слоеные булочки, тортики. И французы это очень любят. Кстати, цены. Ну, гостиницы недешевые. Вот 50 евро начинаются. За 50 евро будет такой обычный, я бы сказал, самый дешевый вариант. А мы идем в Старбакс. Не изменяем традиции. Вчера попробовали местную кухню в центре. И не в восторге, не в восторге от местной еды и от того, что тут готовят. Хотя чек нам вчера выставили около 70 евро. В Старбаксе в Париже встречает скелет по имени Оскар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok